В этом смысле тоже самообложение, которое, к сожалению, часто воспринимается как дополнительный налог за граждан. Вот мы ни про какой дополнительный налог не говорим. Мы говорим, хотите, если вы сами хотите для решения своей проблемы собрать эти деньги к этим вот государственным деньгам, welcome. Но никто никого не заставляет, в отличие от самообложения. Если там состоялся референдум, голосовал ты за него или не голосовал, ты обязан нести деньги по решению этого референдума. А это уже другая, извините, история. Вот, и она возникает, она дает такое количество недовольства и такое количество разного рода. Еще одна история, очень важная, о которой мы говорим, как о смежной практике. Это партиспоторное проектирование. Вот слева от меня сидят замечательные ребята, люди, которые сейчас реализуют в Республике Татарстан масштабнейший проект в Российской Федерации, в том числе... А что вы смеетесь, это не правда, что ли? Смотрите. Вот, которые реализуют сегодня очень интересную программу. И это программа, которая позволяет действительно гражданам участвовать в обсуждении проектов реконструкции городской среды и водоохранных зон. Представляете? Потрясающий совершенно проект, замечательный. И то, что идеология партиспоторного проектирования, то есть участие граждан в проектировании сегодня так активно, одними из субъектов взята на вооружение, для нас это очень большой и весомый знак. Он говорит о том, что действительно есть уже такие регионы, которые понимают, что эта идеология нуждается в поддержке уже на другом уровне. А мы обсуждаем вместе сейчас вопрос о том, а как может инициативное бюджетирование дополнить партиспоторное проектирование. И как специалисты по партиспоторному проектированию могут оказать содействие инициативному бюджетированию. То есть мы сейчас пытаемся все эти практики и все, что лучшее есть, что в сбежных практиках, вовлечь к себе и одновременно поделиться с вами тем, чем мы знаем. Есть вопросы по этому слайду? Комментарии. А, дай мне комментарии в конце, иначе они дойдут точно до конца. Только вопросы, ладно? Основные тренды. Если публичное слушание, то же это? Публичное слушание это норма. Знаете, я вот уже много начал сокращать из этого всего, поэтому...